Для того, чтобы уверенно себя чувствовать на сцене, уверенно слышать оркестр и заниматься своими профессиональными обязанностями, подачей красивого голоса и сценическим воплощением, им надо очень хорошо знать оркестр, чтобы на это они даже не отвлекались. Потому что бывает так, что певец выходит на сцену, он слышит общую оркестровую массу, он не знает, не дифференцирует голоса и не существует в вертикали с полифонической тканью оркестра. Вот для этого мы придумали этот проект, чтобы с самой первой строчки симфонического оркестра, а это флейта, как вы знаете, начать знакомство широкой публики и наших дорогих, уважаемых и любимых певцов с симфоническим оркестром. Чтобы они услышали звучание тембров, звучание регистров, сопоставление регистров, объединение регистров, штрихи. Нашли какие-то штрихи, которые очень созвучны с их звукоизвлечением, потому что симфоническая ткань — это единая ткань, нужно существовать в едином симфоническом стиле. И в этом инструменталисты очень здорово им помогут. Итак, я вам представляю замечательных наших флейтистов, которые сегодня пришли к нам в гости. Это Алексей Ужедов. И так, Алексей расскажет нам как раз об исторической флейте, поскольку флейта — это инструмент, пожалуй, самый старинный, с древнейших времен. Вот представьте себе, в любой местности, в любом ландшафте, в чистом поле, травенька, камыш, которая бывает переломлена пополам, и с одной стороны закрыта, со второй стороны открыта, и ветер, касаясь ее вот этого среза, издает звук. Вот таким образом пришла идея в голову у людей создать древнейший инструмент лейту. Но дальше я предоставляю микрофон профессионалу. Начнем мы с чего? С того инструмент, с которым знакомится любой музыкантный духовик. Сейчас даже турбачи многие в шесть-семь лет начинают вот с этого инструмента. Это блок флейта. И стоит сказать такую вещь. Ну, мы немножко вас обманули сейчас, когда сыграли первую арию. Естественно, музыка написана была именно для подобного инструмента. Не обязательно, что она была именно такого размера. Блок флейты бывают очень разные. бывают сопранины, которые дудочка в половину длины вот этого инструмента. Она звучит достаточно высоко. И, собственно, на ней исполнялись, как правило, самые виртуозные партии. Большая часть концертов Вивальди, они написаны для именно блок флейты сопронина. Ну, а мы уже исполняем на тех инструментах, которые у нас сейчас есть. Что стоит отметить? Вообще, эстетика звука, она менялась очень-очень-очень медленно. И вот именно звук блок флейты, он очень долго соответствовал понятиям об эстетике французов и итальянцев. Поперечную флейту, на которой сейчас играет подавляющее большинство флейтистов, считали очень резкой и грубой. Вы могли слышать перед началом нашего концерта запись флейтиста. Звучала музыка эпохи барокко, и как раз вы могли слышать поперечную флейту траверса. Мне, к сожалению, нет. В общем, как рух мне это не дают приобрести, но инструмент совершенно потрясающий в конце своего колорита. Поэтому мы его и включили, потому что его мы можем включить в розакте. Это редкий инструмент для барошина с основания. Обязательно. Так вот, что касается этого инструмента. Было очень забавно, когда в музыкальном училище меня моя преподавательница по общему фортепиано, она занимала барочной музыкой, она меня называла конюшней. Поскольку я духомик, и на фортепиано достаточно плохо играл, она мне говорила, что я конюшня. Что это значило в ее понимании? Ну, вообще, в понимании французского двора рубежа 17-18 века, эпоха Людовика 13-го, Людовика 14-го. Была спальня короля, это были музыканты-струнники, это был обязательно клавесин спинет, маленький для камерного исполнения, и это были вот такие флейты. Музыка была очень нежная, спокойная. Ну, надо понимать, что музыка, она сопровождала монарха все, все время его бодрствования. Он просыпался, звучала музыка, он, я не знаю, одевался, звучала музыка. Для всего была специфическая музыка. И вот именно вот на таких флейтах играли в эпоху Людовика 13-го, Людовика 14-го. На таких же флейтах играли в эпоху Гивальди и его современников в Италии. Звук очень маленький, очень компактный. Рассчитан на то, что музыканты даже в большом помещении будут сидеть очень близко к монарше особе, либо к какой-то властным особе, потому что музыка была очень распространена при дворах всего Барянского, всей Западной Европы. Но это то, что касается вот этого инструмента. С него пошла вся музыка. И вот я еще раз говорю, те партии, которые мы сейчас исполняли, это эпоха раннего фарокка, эта музыка была написана именно для этого инструмента. Пойдем дальше. Эпоха Монзарта и Биткоина. Там своеобразная флейта была. Там еще не было системы толпанов. Были такие же дырки, такие же руковые отверстия, как на блок-флейте. Но флейта была уже поперечная. Собственно, Монцарт говорил, что хуже, чем одна флейта, может быть только две флейты. Ну, потому что исполнителей уровня Венбинга, собственно, которым были посвящены концерты Монзарта для флейты, было очень мало. И хорошие, качественные флейтисты, они ценились на вязы золота. Но, собственно, пришла эпоха романтизма, и старые инструменты, они перестали соответствовать новой музыкальной эстетике. В искусстве и в музыке появилось, наконец-таки, понятие «интересно». Это именно романтики ввели. До этого было красиво, прекрасно, как угодно. А вот романтики, они ввели вот это понятие «интересно». И красота, ну, она стала очень таким размытым понятием, скажем так. В 30-е годы XIX века Бён, немецкий флейтист и конструктор, собственно, он запатентовал вот этот самый механизм клапанов. И вот с этого момента качество игры флейтистов, оно стало расти, ну, в геометической прогрессии. Поскольку, если на траверза и на блок-флейте мы зажимаем одним пальцем только одно звуковое отверстие, соответственно, чем больше у нас знаков при ключе, тем больше вилок и тем больше пальцелонку должен применять флейтист для того, чтобы виртуозно исполнять произведение. Стоит отметить, что концерты «Вивальди», написанные как раз-таки для блок-флейты, у них немного знаков. Там максимум ре-мажор, все достаточно удобно, все под пальцами. Романтическую музыку так же не поиграешь. И Бем придумал такую вещь. Он придумал одним пальцем зажимать сразу несколько, закрывать сразу несколько клапанов. Такая очень хитрая система была. Она видоизменялась, она варьировалась. Вплоть до 30-х годов 20-го века существовало, ну, по крайней мере, 15 различных вариаций систем, которые были действительно широко распространены. На данный момент, ну, осталось три системы, которые действительно общепотребительные. Французская, немецкая, ну, и есть еще специфическая такая система, это комбинирование немецкой и французской системы. Ее называют «русская система». Хотя в России на ней практически никто не играет. Флейты современные. Делаются из разных драгметаллов. Хотя, ну, вот недавно столкнулся с одной швейцарской фирмой, флейты делают из необработанного латуня. Такая желтая палка металла, очень грубо выглядящая, с серебряной механикой. Выглядит очень своеобразно, но, говорят, звучат просто потрясающие инструменты. Ну, у меня флейты целиком из серебра. Бывают золотые флейты, бывают разные сплавы золота, серебра, платины. На самом деле, такая штука. Чем больше примесей разных металлов, тем интереснее звук. Вот полностью серебряный инструмент, но он, опять-таки, сейчас, в 21 веке, уже не соответствует тем требованиям, которые предъявляют флейтовому звуку. Опять-таки, у нас все интереснее и интереснее становится. В 19 веке флейты делались флейты из дерева, хотя тоже были эксперименты. По-моему, в библиотеке Конгресса в Вашингтоне хранится флейта Бема из хрусталяков. В общем, тоже экспериментировали товарищи. Сейчас совершенно различные эксперименты по поводу качества металла. Ну, самый распространенный вариант, это, конечно, серебро. Это главный, это базовый инструмент любого флейтиста в современном артистке. Вот именно это флейта. Идем дальше. Следующие инструменты, они называются характерные инструменты. В первую очередь, флейта Пиккола. Вот именно она в партитуре указывается самой верхней строчкой. Да, 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 именно так. Так вот, Пикколу в оркестр начали вводить ранние романтики и поздний классик Бетховен. Очень праздительный, очень резкий звук. Лирические партии достаточно редко пишут в романтике. Хотя, у Шостаковича встречаются действительно в седьмой симфонии знаменитые соло Пикколки, в восьмой симфонии, там, да, там лирика. Но она очень своеобразная, это лирика Шостаковича. Для чего нужны эти инструменты? Это крыша всего оркестра, когда нужно прорезать, когда нужно противопоставить мелодию, которая звучит очень резко, очень высоко, в третьей октаве массированному аккомпанементу, когда нужно прорезать весь оркестр. Современные Пикколки делаются из дерева. Самые лучшие инструменты, традиционные, это немецкие хамики, американские брауны. Раньше делались из серебра, ну, лет пятьдесят назад. Опять-таки, эстетика звуковая поменялась за пятьдесят лет, и понадобился объем в звучании, понадобилась мягкость, хотя, ну, кто-то скажет, что мягкость в звучании, но она не сопоставима с этим инструментом. Но, опять же, я говорю, это поменялись общепринятые стандарты отношения к звуку. И, ну, наверное, самый скутивесный инструмент в оркестре, это новодел. Альтовая флейта в оркестров вводится только в двадцатом веке. Опять-таки, Равель очень любит. Для чего нам такое разнообразие духовых инструментов? Ведь кларнетисты используют, как правило, два инструмента. У них набор Бэйный кларнет и кларнет-ин-А. Саксифонисты, ну, там, от баритона до сопронина разброс. Композиторам, чем дальше, тем больше, требуется расширение, максимальное, возможно, расширение диапазона звучания инструмента. Но чисто технологически флейта большая, она не может звучать ниже, чем С малая октава. Просто технологически невозможно дальше расширить диапазон. Ну, вот, собственно, придумали альтовую флейту, которая звучит ниже на квинту. В третьей октаве, по моим ощущениям, это звучание баритона, который поет фальцет. Все равно, даже в третьей октаве остается своеобразное звучание. И для, так сказать, демонстрации полных возможностей этого инструмента, я сыграю пьесу DPC «Силинс». Написано для большой флейты, то бишь, для обычной флейты. Но на альтовой флейте ее очень любят играть. У всех полное впечатление, что для этого инструмента не писалось. Субтитры создавал DPC «Силинс» 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 «Силинс» Субтитры создавал DPC 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 «Силинс» верхнюю межгуб на щель она становится более узкая и звук приобретает необходимый резонанс и силу чтобы атака была более мягкая язык у нас ударяет верхние зубы также язык может работать средней спинкой и задней спинкой вот это при двойном стакката при очень быстром стакката на второй слог атака получается более мягкая поскольку межгуб на щель становится более более открытая атака получается более мягкая звук при этом нет недостаток он становится не сконцентрирована несколько подряд нот каждую каждую нот вы атакуете отдельно при этом произнося какие-то какие-то слоги да абсолютно каждую нотку мы произносим слоги ту-ку как например если у вас длинный пассаж на целую строчку что вы произносите пассаж быстром тени исполняться makeups такой того кто а в четвертом такте а dz минут я вижуattering маркера скажите парень Kyrie 8 марка литве отч cabo если композиция в том что у модели звук не затухать конце садов содержится это украшение ответственности вот исполняется он языком язык ударяет верхнюю губу кончиком вот на артель исполняется именно так вот язык ударяет верхнюю губу атака получается определенная конкретно так исполняется штрих модели марканта исполняется атака точно такая же просто язык отскакивает как вы делаете объединяющую фразу на лига что вы произносите при этом внутри и она исполняется без участия языка пальцевая техника быстрое чередование аппликатуры нажимаются очень-очень легко поэтому дается играть очень быстро без особых усилий алексей огромное вам спасибо я думаю что пришла пора александр 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 и СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка